Всем добрый вечер! Сегодня 25 августа 2024 года, воскресенье, город Харьков, на улице плюс 30. Сегодня днём было солнечно и очень жарко, было без осадков, ну а сейчас практически без ветра. Это дня сегодня 13 часов 53 минуты. Сегодня ночью температура будет до плюс 19 градусов, будет без осадков, ветер полтора метра в секунду, влажность 47%. Всем вечер добрый! Но, как вы поняли из вступления, сегодня у нас было жарко, да, продолжается жара, к сожалению, без осадков. Сейчас ветра нет, абсолютный штиль, ну и днём сильно ветер даже не появлялся, еле-еле-еле-еле. Сегодня я готовила, ну нужно, периодически мы наготавливаем, чтобы на несколько дней хватило. Да, на кухне жарковато, конечно, ну справилась, хотя ещё кое-что необходимо будет сделать. Досушила я сегодня стирку, наконец-то, потому что были вещи достаточно плотные, которые необходимы на осень, на зиму. Не верхняя одежда, а просто ходить по дому. Сегодня рано утром в Харьков обстреляли. Это было около 4 утра. Слышно было, я как раз проснулась, нас атаковали комары, несмотря на фумигаторы, на всё, но под утро уже комары начинают по новой свои нападения, ну и взрывы я слышала. Андрюшка что-то не слышал, Полина тоже, но я проснулась как раз, поэтому Харькову сегодня досталось. Я так понимаю, что, как говорится, на день независимости не пришлось, хотя я этого, честно говоря, очень боялась. Я вообще очень боюсь праздников в разрезе всех этих обстрелов, потому что любой праздник это будет расцениваться как то, что люди идут гулять в центр, к фонтанам и так далее. То есть, сами понимаете, ну мы никуда не ездим, мы и до войны сильно не ездили, так, чтобы мы такие люди достаточно закрытые домашние, ну а сейчас, сами понимаете, в такое тяжёлое время выезжать куда-то, даже за продуктами, выехать и бегом-бегом-бегом. Не то, что где-то гулять, не то, что где-то ходить, это просто очень опасно. Смотрите, сегодня у нас такая тарелочка, да, сейчас скажете, что это борщ, нет, это не борщ, это суп. Ну, как я его называю, овощной, просто овощной суп с зажаркой. Да, сегодня решила варить без бурячка, не хотела идти по жаре на огород вырывать бурячок. Ну, супец получился очень вкусный, самое главное, что он свежий и такой достаточно-достаточно насыщенный. С чего я варила, всё вам покажу. После того, как бульон был готов, я положила картофель. Далее я сделала зажарку из моркови, репчатого лука, кабачка, баклажана, капусты и фасоли. Всё это я хорошо зажарила на сковороде и заправила томатной пастой. Всё это добавила в бульон. Получилось очень вкусно, насыщенный такой, очень яркий вкус. Обычный овощной суп. После того, как я добавила уже всё в бульон, я добавила ещё приправу, которая тоже содержит соль. Варила до готовности, приятного аппетита! Сегодня мы опробовали картошечку, которую вчера купили. Картошечка неплохая, практически нет порченной. Начистили, отмочили в воде от крахмала и пожарили. Единственный минус, она сильно ужарилась. Ну вот, сегодня у нас жареная картошечка и салат из капусточки. Капусточка тоже вкусненькая. В общем, у нас сегодня вот такая вкусненькая тарелочка. Очень сытно и вкусно. Всем приятного аппетита! Сегодня покажу вам наш урожай помидорок. Мы их собираем каждый день понемногу. И они доспевают у нас в тёмном месте. Вот такой вот урожай. Всего 525 граммов помидорков. Да, это немного, но они очень вкусные. Имеют специфический запах помидоров. Сочные, классные. И будем делать скоро салатик. Огурчики у нас вот такие. Вот понаходили мы, как вы видите, только вот столько. В этом году совсем практически нет урожая. Но это не только у нас, это практически повсеместно. Всего нам удалось собрать 230 граммов. Они имеют классный запах, именно огуречный. Это абсолютно точно то, что лучше, чем покупные. Сегодня я наконец-то закрыла варенье, которое я варила с боярышника и слив. Получилось у меня полторы баночки. Одна баночка литровая, одна пол-литровая. Но немного осталось. Я намеренно сегодня не закрывала, не взяла литровую баночку, точнее. Почему? Потому что обычно как-то я угадываю и закрываю вот столько, сколько получается. То есть вырабатываю полностью все. Не остается даже попробовать. Вот сегодня я оставила попробовать. Будем кушать с чаем. Ну, а это на зиму. Ну, и буду закрывать дальше. Но сегодня уже нет. Я сегодня, честно говоря, выдохлась. Потихонечку начну с завтрашнего дня. Сейчас вам покажу. Вот это я сегодня собрала, пошла на огород уже под вечер. Это упало с соседской яблони. А это упало наше яблочко. С яблони как бы антоновки. Хотя антоновки у нас в этом году нет. Вот с прищепы вроде как. Но похоже на антоновку. По, видите, по конфигурации. Ну, мы, конечно, либо их так съедим, либо я на варенье положу, либо компот сварим. Не знаю. Но, видите, все-таки это свеженькое и свое. Так скажем, хоть какой-то боковичок от яблони соседей у нас. Вот такой урожай. Ну что, вот такие вот у нас дела, такие консервации. Ну, а боярышник продолжает дальше падать. В связи с тем, что жарко. И я думаю, что буквально там за неделю он, наверное, падет. Поэтому нам надо с Полиной в последнюю неделю перед учебным годом напрячься, собрать все, что мы можем, все переделать, или заморозить, или сварить варенье, или компот. Просто будем варить, посмотрим. Ну, а между тем, уже нам, скажем так, сказали, когда учебники приходить, получать, когда у нас будет родительское собрание. Ну, дальше все расскажу вам в отдельных видео. Как я понимаю, дальше у нас будет дистанционка. Иначе обучения у нас не будет никакого. Вот, ну, набираемся терпения. Последний год в этой школе. Ну, а дальше, а дальше будем думать. Всем сегодня хорошего вечера, хорошей ночи мирной. И держимся, отвлекаемся, занимаемся делами, гуляем, читаем. И настраиваемся позитивно. Всем сегодня хорошее настроение. И всем пока, до завтра.